Доброе утро, ребята! В эфире Зошкины. Привет, мальчики и девочки! Здесь мы учимся здоровому образу жизни. У вас ждёт интересная и полезная информация от национальных проектов России. А мне пришло письмо от одной девочки. И я расстроился. Девочка тебе что-то грустное написала. Наоборот! Она меня похвалила. Написала, что я очень красивый и умный. А потом спросила, кем ты, Хрюша, хочешь стать? И этот вопрос тебя расстроил. Конечно! Я такой красивый и умный. И не знаю, кем хочу стать. Может быть, я лётчиком хочу стать. Ой, нет. Я высоты боюсь. А может быть, я хочу стать певцом, чтобы все на мои концерты ходили. У меня, знаете, какой голос громкий? Да, Хрюша, громкий голос даже чересчур А чтобы понять, кем ты хочешь стать Нужно играть в разные игры И обязательно что-то начнет нравиться А вы во что в детстве играли? В больничку? Конечно Я играла в доктора Очень любила всех лечить И хочу тебе предложить Давай сыграем Я буду врачом А ты будешь разговаривать за пациентов Давайте, мне нравится Так, вот мой фонендоскоп Я же врач Да Так, а вот пациенты Так И начинаем с коровы Следующий А мне что делать-то? Я не знаю Ну как что? Говори за корову А-а-а, понятно Я корова, хочу пожаловаться У меня что-то молока стало мало Сейчас я вам, уважаемая корова, напишу рецепт Так, трава, вода, пожалуйста Спасибо, пошла я на лук травку искать Хи-хи-хи, корова ушла Следующий Ой, ой, здравствуйте Ой, ой, а я что-то, я забыла Зачем пришла, вот А вы, уважаемая сова, наверное, пришли пожаловаться, что вы все время все забываете Точно, точно, я стала все забывать А я точно сова? Да, вы вязаная сова И я вам сейчас тоже напишу рецепт Не падайте, пожалуйста Так, вам нужно есть больше сливочного масла Оно улучшает память Так, и больше читать книжек Хи-хи-хи, хорошо, хорошо Только вы мне запишите, а то я все забуду И буду есть книжки и читать масло Хи-хи-хи Я вам уже все записала, уважаемая сова, пожалуйста, вам рецепт Спасибо, спасибо Как интересно играть в больницу И у меня вопрос Откуда вы все знаете про здоровье? Ну, Хрюша, я же врач А мы все время учимся Можно даже сказать, всю жизнь Хм, а как врачи учатся? На пациентах, что ли? А вдруг они ошибутся? Врачи учатся и по учебникам, и на компьютерах И наблюдают за другими опытными врачами А еще у врачей есть специальные симуляционные центры Это еще что такое? Сейчас увидишь Наш специальный корреспондент съездил туда на экскурсию И сейчас все покажет Привет, ребята! Сегодня я приехал в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова И знаете, для чего? Очень интересно узнать, как же проходит обучение будущей врачи Врач – это одна из самых важных и сложных профессий Представляете, какая ответственность лечить людей? Ошибка врача может стоить жизни пациенту Поэтому врач не имеет права на ошибку И учиться должен очень серьезно Это долгий очень процесс Он занимает 6 лет 6 лет человек учится в медицинском университете Он изучает разные науки Специальности И в конце концов принимает решение Выбрать какую-то свою медицинскую специальность Откуда студент медицинского университета знает, каким врачом он будет? Он, может, и не знает, каким врачом он будет Он в процессе учебы в университете Он понимает, что ему интересно А что ему неинтересно И вот чем он интересен Он продолжает заниматься и выбирает эту специальность Вот, например, захотел студент стать хирургом И как дальше его обучают? Вообще хирурги – это очень смелые люди И чтобы работать хирургом, нужно быть очень решительным человеком И, конечно, сразу хирург не работает с людьми Здесь нужна очень долгая тренировка Поэтому хирурги вначале тренируются на каких-то подушечках пластиковых Или силиконовых подушечках Здесь в университете мне показали всевозможные макеты, манекены и приборы, на которых студенты-медики тренируются и осваивают тонкости врачебной профессии Алексей Михайлович продемонстрировал мне один из таких приборов Это филисимулятор бронхоскопии Это такой прибор, который позволяет заглянуть внутрь дыхательной системы человека Посмотреть и гортани, и голосовые связки, и трахею, и бронхи И проникнуть вглубь легких даже Вот представим, что вот это человек, который лежит на спине И мы вводим ему в рот вот этот прибор И на экране у нас появляется изображение полустиртал Ух ты, действительно, всё как по-настоящему А какая специальность врача самая сложная? Наверное, это один из видов хирургии, очень сложный вид хирургии, называется нейрохирургия Это люди, которые оперируют на головном мозге человеку Это очень сложная специальность, очень ответственная После университета, отучившись 6 лет, они учатся ещё 5 лет 11 лет учёбы, сколько же всего надо знать? Врач – это человек, который интересуется многими вещами И у него, конечно, есть желание, в первую очередь, помогать людям Такие вот люди идут в медицинский университет Что ж, друзья, теперь вы знаете, что для того, чтобы стать врачом, надо любить учиться А на сегодня у меня всё Ого, как интересно Ну что, Хрюша, ты решил стать врачом? Конечно, хочу всех лечить А ещё мне понравилось разными голосами разговаривать Поэтому буду думать, кем стать Врачом или актёром в кукольном театре? У тебя ещё есть время подумать А у нас сегодня всё До следующей встречи в клубе Зошкиных, ребята Пока-пока!